Я бы хотел сказать еще о том, что они слишком могущественны, и перейти к теме глав Фейсбука, Эппла, Гугла и Амазона. Буквально вчера допросили в Конгрессе. Конгрессмены США пригласили на заседание глав четырех крупнейших IT-компаний и устроили им допрос с пристрастием. Итог, американскую высокотехнологичную индустрию, судя по всему, ждет более жестокое регулирование. Они начали блокировать группы, закрывать эти группы. Давайте посмотрим сюжет, что происходило там и продолжим эту тему, потому что каждому есть что сказать по поводу цензуры в социальных сетях, в Гугле и вообще то, что происходит с IT сейчас. Самый масштабный допрос гигантов IT за 22 года. Так произошедшее в Капитолии описали журналисты CNN. Представители четырех крупнейших высокотехнологических компаний вызвали на виртуальный ковер в американский Конгресс. На вопросы политиков по видеосвязи ответили глава Эппл Тим Кук, основатель Фейсбук Марк Цукерберг, генеральный директор материнской компании Гугл Сундар Пичаи и основатель Амазон Джефф Безос. На компании этих четверых приходится сегмент американской экономики в 5 триллионов долларов. Причину этого допроса предельно коротко описал конгрессмен Дэвид Сизелин. У них слишком много власти, их всемогущество душит на корню честную конкуренцию и истинные инновации. У членов Конгресса накопилось множество вопросов к акулам IT, и они устроили им допрос с пристрастием. Прежде всего, политиков беспокоят сообщения о враждебном поглощении гигантами других технологических стартапов и краже их интеллектуальной собственности. Сундар Пичаи в ответ на это сказал, что Гугл поддерживает почти полтора миллиона малых предприятий. А Марк Цукерберг попытался убедить конгрессменов в том, что его соцсеть не самая большая и доминирующая на планете. Во многих областях мы отстаем от конкурентов. Самый популярный мессенджер в США – iMessage, а самое быстрорастущее приложение – TikTok. Амазон обвинили в слишком агрессивной конкуренции, демпинге и копировании продукции, которую выставляют на площадке частные компании. Джефф Безос, как и Марк Цукерберг, избрал тактику принижения влиятельности собственной компании. На Амазон приходится менее 1% глобального рынка в 25 триллионов долларов и менее 4% американского ритейла. Тиму Куку досталось за тесное сотрудничество с Китаем. Кроме того, конгрессмены заявили, что Apple решает за пользователей, какими приложениями пользоваться, и устанавливает неравные условия для разработчиков. Преемник Стива Джобса с этим не согласен. «Мы никогда не ущемляем ничьих прав и не угрожаем людям». Сенатор-республиканец от штата Огайо Джим Джордан обрушился на Facebook и Google за политическую ангажированность. Он уверен, что обе площадки продвигают интересы демократов и блокируют рекламу консервативных политиков в США, тем самым вмешиваясь в политические процессы страны. Сундару Пичае пришлось оправдываться за всех. «Вы можете публично заверить нас в том, что не пытаетесь заткнуть рот консерваторам, что вы не собираетесь повторять ту же аферу, что пытались провернуть в 2016-м». «Я даю вам свое слово. Мы привержены нейтралитету. Так было и так будет продолжаться». Впрочем, судя по всему, показания больших боссов IT конгрессменов не убедили. Эти слушания наглядно продемонстрировали, что эти компании монополисты, и это необходимо регулировать, заявил по итогам заседания конгрессмен-демократ Дэвид Сиселин. С ним согласились и республиканцы. В ближайшее время конгресс обсудит инициативы по более жесткому надзору за отраслью. Мы не мы, наша хата с краю. Больше всего Марк Цукерберг, что самый популярный мессенджер – это iMessage. Это просто когда мы текст-смски друг к другу, да. А TikTok – это вообще большая платформа, которая вообще там 15-секундное видео. Ну блин, вот, ну правда, на самом деле даже смешно вообще. Хотя на самом деле что происходит, это же просто кошмар. Нас блокируют, нас закрывают, нам не дают делать рекламу. Это кошмарно. Я думаю, что каждому есть что сказать по этому поводу. Все смотрели, я видел в некоторых моментах. И Рэчел улыбалась вообще, и Стив тоже как бы по поводу вот, ну как бы, рекламы. Сказать, наверное, те люди, которые все-таки непосредственно с этим соприкасаются там у вас. И поэтому перед тем, как вы скажете, я подолью еще прям жутких штучек. И хочу, чтобы, когда вы комментировали эту новость, вы бы еще ответили на следующие вопросы. Считаете ли вы, что нужно запрещать распространение Майнкамп? Считаете ли вы, что нужно запрещать российскую пропаганду, такую как Russia Today? Считаете ли вы, что человек имеет право разжигать ненависть, если это объективно происходит так? И считаете ли вы, что цензура это не противодействие какой-то имеющейся информации, а отсутствие информации, отсутствие возможности ее появления? Это называется цензурой. Надзор в США, я должен сделать замечание нашему репортеру Reuters за то, что надзор он называет как раз практически антинадзор. То, что в русском понимании надзор, это на самом деле антинадзор за социальными сетями, чтобы они не учреждали цензуру у себя. Я надеюсь, вы все запомнили и хотелось бы вас послушать. Можно я впервые отвечу на все вопросы и скажу, что по этому поводу... Не ровно. Как можно вообще вести разговоры какие-то с Марком Цзербургом? Как вы в фамилии правильно признаете, извиняюсь, когда я... Сокенберг. Да, когда он нагло просто стоит и выдает конгрессы, я это понимаю. Кстати, между прочим, я когда-то проходил, вот это, когда я учился, по людям видно, когда они врут или не врут, но давайте начнем с того. Майнкрафт надо запретить. Ненависть или цензура. Ненависти не должно быть никакой ни со стороны демократов, ни со стороны республиканцев. Это было всегда в Америке, только последние 4 года это началось. Всегда были нормальные выборы, люди выбирали, люди ходили, выбирали, они делали надписи, они вешали на машину. Они не боялись, как сейчас боятся республиканцы. Это произошло со мной. Я всегда рассказываю, когда я ехал с надписью «Трамп», еще прошлые выборы, и я еще не плачу пули в машину. Просто то, что я ехал с этой надписью. Просто было бы честно блокировать и тех, и других с цензурой. Тогда бы, я согласен, была правильная и честная цензура, что ни тем, ни другим нельзя этого делать. Но когда одним можно, а другим нельзя, то это уже становится очень подозрительно и очень правильно. С мнением Стива, когда человек говорит, что фашисты гниды, это разжигание ненависти? Это не разжигание ненависти. Нет, я согласен с вами, не разжигание ненависти. Но когда, я сейчас объясняю, когда, вот сегодня было видео, когда афроамериканец зашел в ресторан, все это видео поставил, перепрыгнул через прилаву с крика «Вы нам всем должны!» и стал у китайцев отбирать еду, шевеляться и кидаться. Кто-то написал, он себя ведет, извини меня, как та же самая обезьянка, которую бананы воруют с дерева. Не совсем корректно, но это правда. Но я говорю о чем? Я хочу, чтобы вы у меня услышали меня. Белокожий человек, он бы тоже себя вел как обезьяна. Сто процентов. Я имею в виду, что это не было правда. Я хочу, чтобы я говорю с другой стороны, что когда я открываю Фейсбук, и у меня выходит, меня заставляет нажать на Black Lives Matter, там есть такая, что я должен пройти по этой фейсбуке, и я сделаю фотографию, поставил на Фейсбук и написал лично я. Я не хочу, чтобы меня чему-то заставляли, я сам хочу выбрать, и меня Фейсбук блокирует, и говорит, что я не прав. И в это же время выходит фотография, когда афроамериканец отрезает голову полицейскому, и все на это жалуются, и их не блокирует, и Фейсбук пишет, что это не имеет никакого отношения против стандарта Фейсбука, это неправильно. Когда я нахожу группу в Фейсбуке, называется Boys Lovers, открытые группы, где сидят педофилы, и конкретно детские фотографии, и они обсуждают, как они хотят его трахнуть, а по-русски говорят так. И я жалуюсь Фейсбук, и мне Фейсбук отвечает, что это не нарушает наших стандартов, и мне приходится поднять все русскоговорящие комьюнити, чтобы пожаловать не только я, а пожаловать там 3-4-30 тысяч человек, и Фейсбук это убирает потом, это неправильно. Когда блокируют группу Трамп, они попали в эту группу. Можно кто-то до конца. Смотри, главное, вот нам, значит, Янина Крисчевская пишет, главное называть, правильный спеллинг фамилии главы Фейсбука Сцукинберг. Сцукинберг. Можно сказать до конца, когда закрывают большую группу Трамп, когда кто-то написал, что там Байден больной человек на голову, и такие нам должны быть президентом, но в это время, извините, в демократической группе я читаю, что русские демократы пишут, что всех Трампа надо выводить и стрелять в затылок им, и платить их бизнес, азбатировать, и я жалуюсь Фейсбуку, Фейсбук не убирает, вот это неправильно. Правильно, на двух концах, наказывайте тех, наказывайте этих. Нельзя одних наказывать, других не наказывать. Фейсбук согласен со мной? Я считаю, что любой призыв к насилию есть преступление. Но ты со мной согласен, что нельзя наказывать только одних? За призывы к насилию нужно наказывать всех, вне зависимости от их принадлежности. Я говорю, что если кто-то пишет, что Трамп рыжий бандит и сексист, и за это не наказывают, а когда пишут, что Байден деменшинт... Говорить, что Трамп рыжий бандит, имеет право каждый по одной простой причине, что... Ничего себе! Я думаю, что не блокирует, если ты там икс, как Тимтон, то тебя заблокирует. Ровно так же, как можно говорить, что Байден белый маразматик. Абсолютно верно. А это блокирует? Да, это блокирует. Если я напишу в Фейсбуке, что Байден белый маразматик, меня заблокирует... Я заблокирую. Ты в Густе не попадешь, а меня уже заблокируют точно. Смотрите, у нас внутри нашей свободы слова принято. Я не могу сказать, что это прям сильно хорошо, я не сильно это поддерживаю, но я рад, что так происходит. У нас существует культура прямо сильного оскорбления политиков. Когда человек в Грузии приходит в политику, он прямо виртуально подписывается под тем, что его последними словами будут крыть. И у нас принято абсолютно одинаково крыть действующую власть, крыть оппозицию. И никто никогда никого не блокирует. Никто не блокирует. Я говорю о людях, что голову отрезать в нем и улетели можно? Белому полицейскому? Безусловно, нет. А это не так нельзя? Безусловно, нет. Если видео, которое содержит материалы с насилием, и это противоречит Facebook community, оно должно быть удалено. Я тебе задал этот вопрос, это честно или нечестно? Я думаю, что нечестно, если по принципу принадлежности любого человека его правонарушение расценивается по-разному. Любое правонарушение... Фимиды должны быть слепали ко всем. Да, потому что Фимиды должны быть слепали. Я вчера в Фейсбуке нашел, что продают глушители для пистолетов, их прячут под фильтрами для машин. Это настоящий глушитель, который можно купить, накрутить и убить человека. Я жалуюсь в Фейсбук, что Фейсбук найдет идиот и говорит, что это не нарушает наших стандартов. Понимаешь, что у нас происходит? Это большая культурная и культурологическая революция. Есть огромные побочные эффекты, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Как можно допустить педофилов в Фейсбук открытые группы, где люди обсуждают маленьких детей? И куда Марк смотрит? Почему он смотрит на это? У него целая команда. Как можно допустить открытые педофильные группы в Фейсбуке? Нет, конечно, этого нельзя. А я думаю, все очень просто. Ответ очень простой. Цукерберг защищает свою задницу, как и другие. Как и Бесос, как и Гугл. Вот они, почему они поддерживают демократов, почему они поддерживают Байдена? Ну, потому что Трамп не пришелся ко двору демократам. Он наступил им на хвост просто. И он начал копать это гнездо, которое занималось педофилией. Там было бес, все это постепенно всплывает. Вот и все. Поэтому они готовы утопить его любым сушам. Любым сушам. что Клинтонов. Коза Ностра отдыхает. Итальянская... Вот именно. Я не говорю про имейл, я не говорю про то, что укладены деньги по строительству Гаити. Я об этом тоже не говорю. Друзья, главное гнездо педофилии это церковь, а Трамп позирует с Библией. Давайте не забывать об этом. Ну, а что... Ой, это на огнили. Он тоже позирует церковь. Мы не об этом говорим. Мы говорим о конкретных людях сейчас. Мы говорим о мадам Клинтон, которая должна бы давно сидеть в тюрьме за все преступления, когда если бы вы бы Сергей, если бы я бы Сергей, на 5% сделали то, что сделал семья Клинтон, сами же давно бы расстреляли, одному лучше мне было дали тебе и мне. Ну, семью Клинтон я, в принципе, не уважаю, несмотря на то, что они демократы. Это уже личное мое отношение. Я с вами согласен, Стив. Субтитры создавал DimaTorzok,